Евгений Зудин, вы готовы? Давайте, ну выходите уже. И Анастасия Кирс... А, Сергей Евгений... Давай, Женя, ладно, давай, ты сначала. Евгений Зудин. У тебя будет такая тихая, но очень красивая лирика, на мой взгляд. Евгений Зудин. Женя, будь только активным, пожалуйста. Внутри там, внутри. Спасибо. Действительно будет лирика, собственно, как всегда. Луч заката упал до гора, А бессилев на старый балкон. Ты послушай меня, дорогая, Видел я удивительный сон. Старый берег от волн полупьяный, А в волнах утопает заря, И листва пеленово-багряный Затаилась в ветвях октября. Бирюзовый такой небосклон ты Не найдешь на мятежной земле. Перламутром горят горизонты, И поля ожидают во мгле. Их туманы печально обняли, Словно нежная мать в тишине. Так кого же они ждут? Не меняли? И грустят, может быть, обо мне? Ветер странник унылый колышет, Ветви дуба и сон корабля, Здесь погибшего ранее. И дышит, Отшумевший сиренью земля. Так и я. Я целый с улыбкой Отправляюсь жемчужной тропой В мир, где голос прилива, Как скрипка, Где струится закат огневой. Не грусти же, не плачь, дорогая. Этот вечер — прощальный поклон. Час наступит, и ты, догорая, Ты придешь в мой октябрьский сон. Спасибо. Подождите, а у нас такой проект. Евгений Зудович, читать еще один стих? Да или нет? Да. Стихотворение посвящается Моему другу Саше Лондону И его музе, инициалу которой А.Б. Эпиграф. Уехав, возвратись, Как прежде уходивши, Возвращалась Саша Лондон. Вновь закат Раскрылся, словно рана, Словно дождь Из листьев в сентябре. Мы порой уходим слишком рано, Растворясь в осеннем серебре. Говоря, Друг друга не забудем, Так с звездой прощается звезда. Но тоски жемчужной долгой Людям не понять, наверное, никогда. Хоть не ясен голос этих звезд, Но шепчут нам они от века. Пусть мы порой уходим Слишком поздно. Оттого ты знаешь нашу грусть, Оттого исполненные печали Отправляешь пасмурную ввысь До слова, поющие за далью, Что гласят Уехав, возвратись. Спасибо. Ну, занудничать будем, Не будем, будем обсуждать, Евгения. Надо, да? Всех обсуждать. Желаем ему, чтобы он работал над текстом. Чтобы работал над текстом, Сказал Андрей Чиви. А что не понравился тебе текст? Так, а почему? Если у человека такая натура, Вы какие-то тоже сумасшедшие психи. Вернее, знаете, как это? Снобы и ханжи. Если человек пишет, допустим, Похоже, пусть, к примеру, на Лермонтова, Да? Ну, или на Пушкина. Даже, даже. А Лермонтова на Пушкина. Тихо. Я знаю, да. Ну, там энергетика другая. Но если пишет человек так, И пишет гениально, здорово. Какая разница? Нет, да пошли вы со своим временем. Вы сейчас в этом времени Того же Лермонтова читаете взахлёб. А зачем нам второй Лермонтов или второй? Миша, так Лермонтов, Если бы жил сейчас, Он писал о том, что здесь, Ну, своим, как сказать, Своей манеры, стилем и так далее. Нет, ну, сейчас он написал, О том, что он очень легко научился подражать. Значит. Кому он подражает конкретно? Ну, Семенович. Кому? С ума сошли? Подождите. Ну, хорошо. Вы сказали своё мнение. Лариса, у вас есть мнение? Отцов будет свой, Выработается здесь. Выработается. Спасибо. Понятно, да. Понятно. Есенин. Ничего себе. Здравствуй, Серёжа. Дариса. Хорошая классическая школа. Хорошая классическая школа. Спасибо. Мы поняли ваше мнение. Мы поняли, спасибо. Лариса, скажите, что я. Тихо! Хорошо, говорите. Ну? Пусть на сцену будет, Володя. Что? Пусть будет на сцену. Да мы это уже в третий раз слышим. А я здесь для того, чтобы орать. Молодец, Володя. Молодец, Володя. Можно? Я бы сказал вам. Почему нас не писали? Тихо, тихо. Дайте Ларису сказать. Тихо! А может, к реку я пусть выступит? Тишина. Опять же, я хочу сказать, что есть подражание, нет подражания. Замечательно. Но перед нами стоит молодой человек, который, я уверена, находится только в самом начале своего творческого пути. И очень многих, в том числе и писателей, и художников, и музыкантов, когда они начинали, делали первые шаги в творчестве, их обвиняли в подражании тому или другому. Вот у меня есть такой очень любимый мною композитор, который вошел в историю музыки, как основоположник стиля Део Тангу, он открыл целый новый музыкальный стиль. Так вот, когда он учился в Парижской консерватории, писал серьезную музыку, его обвиняли в подражании Стравинскому, Рогманинову, которого учился и так далее, Тастров Квинцова. А потом он открыл свой стиль, поэтому я уверена, что если человек романтик, если ему близка вот такое вот красивое слово, а не эпатаж, и он идет по канонам классического, по поэзии такой классической, академической, я не вижу в этом ничего плохого. Вот знаете, в музыке написать мелодию красивую гораздо сложнее, чем взять все современные технологии и забубить какой-нибудь веселый ритм, и наветить еще интершумов всяким. Это будет очень забавно, очень современно, но написать красивую мелодию гораздо сложнее, поэтому пишите мелодию, никого не слушайте, а свой стиль обязательно у вас появится. Спасибо, да, пожалуйста. По поводу стиля, подражания, спасибо всем за мнение, просто я хотел сказать чуть-чуть, что когда я начинал писать, я твердо принял решение, что моя поэзия не будет никаким протестом, никаким заявлением, я просто пишу то, что нравится. Но со временем, когда я стал посещать поэтические встречи, я понял, что моя поэзия трансформируется в некий протест. Протест против не смысле кого-то из здесь сидящих, а протест против многих явлений именно современной поэзии, как бы современных языков, которые мне лично не нравятся. Спасибо, это был Евгений Зунов, спасибо. Я считаю, что вообще каждое стихотворение, каждое стихотворение нужно делать так, поэту сочинять и так далее, чтобы удивлять самого себя, зал там, не знаю, своих соседей и так далее, чтобы удивлять. Чтобы не просто, дайте я сейчас, если я прочитаю четыре стиха, то вы поймете, какой я пою, а если я прочитаю один, то нифига вы не поймете. Нет, вот ты один сделай так, вот здесь, я имею в виду, на этой сцене, чтобы даже один стих и все поняли, что ты там гений или наоборот.